Русская история через былины и легенды. В Музее промышленности и искусства в четверг открылась выставка Костромского художника Михаила Сергеева. В экспозиции 14 работ. Живописец, благодаря своеобразной манере письма, показывает зрителю совершенно иной взгляд на знаковые исторические события. Михаил Сергеев обращается, так скажем, к сказочному реализму. То есть для него важно, чтобы все эти картины не просто сухо излагали какие-то факты или давали бы только визуальные представления, ему важно, чтобы они именно через какие-то эмоциональные образы, где-то, может быть, через легенды, через полусказочные сюжеты повествовали какую-то историю. Полотна внушительных размеров на создание каждой из работ, как нам рассказал художник, уходит порядка полутора-двух лет, а путь от идей к реализации может занять и того больше. Историческая тематика довольно сложна для воплощения на холсте. Долгий подготовительный процесс, изучение материалов, архивов – все это занимает много времени. На продажу такие работы тоже, как правило, не выставляют. Взять и сознательно себя заставить не цветочки рисовать, которые можно продавать каждый день, а работать серьезно над такой темой, не каждый решается. «Красная линия» через творчество живописца проходит тема его родины – Костромской земли. Так, на одной из работ он изобразил события XIII века, происходившие на Святом озере. В экскурсии, которую провел сам автор Михаил Сергеев, дал историческую справку о том, что вдохновило его на создание картины. По преданию, во время восстания против сборщиков Дани на Костромскую землю попала икона Федоровской Божьей Матери. Во время битвы святыня ослепила врагов, тем самым обратив их в бегство. Как продолжение цикла из сюжета этой работы появляется еще одно полотно под названием «Основание обители». На службу к московскому князю плывет достаточно богатый и высокопоставленный чиновник Мурза Чет, в будущем основатель рода Годуновых. И на месте впадения реки Костромы и Волги он излечивается. Излечивается, ему является Богородица, которая обязует его основать Ипатьевский монастырь. Все работы выполнены маслом по канонам классической русской школы живописи. Михаил Сергеев рассказал нам, что историческая тема интересовала его с самого детства. Однако целиком и полностью посвящать свое творчество историй он начал только в 90-е годы. Как человек думающий, как человек читающий, желающий создать что-то интересное для зрителя, современный мир не очень интересовал, в принципе. Я окунулся в вот эту сказку русской истории, которая оказалась настолько богата, настолько, ну, невероятно глубока. Выставка продлится до конца февраля. Организаторы уверяют, что экспозиция никого не оставит равнодушным. И даже те ивановцы, которые плохо знакомы с историей, найдут здесь много интересного.